В последнее время я очень много рассказываю про игры для двоих и игры на взятки. Сегодня будет игра, которая одновременно и игра для двоих, и только для двоих, и игра на взятки. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите GeekMedia. На столе у меня сегодня Чухань. Это игра от автора Томаса Лемона, который придумал Race for the Galaxy, например. Или Кубарем по галактике, и Рейс Аркану. Это автор известен тем, что дает в своих играх возможность делать хитрые комбинации и последовательные ходы для того, чтобы вы могли получить победу, забрать ее себе в руки. Сегодня игра будет посвященная китайской тематике, исторической, в которой две династии Чу и Хань борются за господство в Китае. Но по-настоящему тематика здесь будет также изложена в таком буклетике. Это буклет, который называется «Исторический гид и компания». Да, и в этой карточной игре для двух игроков есть компания, в которой вы можете вроде как на карточном движке разыграть исторические события, которые происходили в то время в Китае. По-настоящему у вас будут просто меняться условия партии вашей, и вам нужно будет им соответствовать. У вас будут специальные карты событий, которые будут давать вам дополнительные условия для получения победных очков или для розыгрыша карт. Также там есть историческая справка. Я люблю, когда в играх есть исторические справки или какие-то составляющие сюжетной игры, которые тебе больше позволяют углубиться в игровой процесс и немного настроить атмосферу на партию. Эта игра может быть полностью карточной, то есть вот эти вот все компоненты картона, они дополнительные. В игре также лежит их замена карточками, и вы, в принципе, можете вместить себе игру в такую коробочку вместе с протекторами и брать ее с собой. Я такое вижу первый раз, чтобы у вас сразу два варианта походной и непоходной игры были в одной коробке. Это достаточно забавно. Каждый игрок будет управлять здесь рукой карт, и вы будете разыгрывать карты для того, чтобы оппонент теоретически не мог их побить. Кто первый избавится от всех карт на руке, тот молодец, тот победил. И если кратко, то, наверное, можно сказать о том, что эта игра вам напомнит финальные ходы в классическую русскую игру «Дурак», где вы пытаетесь одновременно еще и повесить погоны, например. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях, и здесь много интересных деталей, которые добавляются к классической и, возможно, знакомой вам тематике. Итак, давайте разбираться, как играть в Чу и Хань. Итак, в начале игры каждый игрок получает себе 15 карт. Все остальные карты, вся колода, из нее откладываются 4. Они не будут участвовать в этой игре, и никто не знает, какие это конкретно. И остальные карточки, которые мы можем добирать в ходе игры, кладутся вот таким вот образом. Если вы хотите играть с дополнительными условиями, у вас будет специальная колода событий. Вы будете скрывать каждый раз на каждую одну раздачу, на один заход или на один раунд, как хотите, так это и называйте. И у вас могут быть здесь специальные условия. То есть на некоторых картах у вас не будет никаких дополнительных условий, а на некоторых у вас будут условия для получения победных очков или для розыгрыша карт дополнительные. Вы смотрите свою руку, ее в идеале разложить по возрастанию себе. И игрок, который играет за хань, черный, у него изначально 1 очко победное меньше, поэтому он начинает свой ход. В свой ход игрок может разыграть карты у себя с руки, причем в любом их количестве, но только если они одного и того же номинала. То есть, например, я мог бы разыграть 2 единицы, 3 двойки, 2 тройки, 1 четверку, 3 шестерки, 2 пятерки или девятку. Делается это следующим образом. То есть я, например, зашел в 2 единички. Оппонент должен, соответственно, сыграть у себя карты с руки, которые будут бить их. То есть сыграть такое же количество карт, только номиналом выше. И вот, например, он играет 2 двойки. И теперь мне нужно побить его карты. Тогда я мог бы сыграть 2 тройки, например. Если он 2 тройки побить не может, то все эти карты сбрасываются. Эти сбрасываются мои, эти сбрасываются его. Но ход остается у меня, потому что он меня не побил. Если бы, с другой стороны, я не хотел бы бить его 2 двойки, например, у меня было бы еще 2 тройки, которые были бы в очень крутую комбинацию, которая мне помогла бы в дальнейшем, я мог бы тоже сказать пас. И тогда мы сбросили также бы эти карты, но ход перешел бы к нему, и он бы ходил первый. И у него при этом была бы инициатива. Так вот, таким вот образом мы хитро разыграем карты, стараемся перехитрить оппонента на надежде на то, что у него не будет карты на отбой. И тот, у кого карт не осталось, тот побеждает в раунде и получает победные очки. Победные очки мы получаем за то, сколько карт у оппонента в этот момент осталось на руке, и сколько вот таких вот жетонов он взял. Но про эти жетоны поговорим отдельно, потому что это как раз те самые детали, про которые я говорил раньше. И то есть, без всего этого игра была бы достаточно простая, вы просто играли бы, ну, по факту, в дурака, где вам нужно было уходить только наборами карт, то есть там шестерками, двойками, тройками и так далее. Но это была бы не игра Томаса Лемона, если бы в ней не было дополнительных фишек и плюшек. В частности, перед тем, как сыграть карты, причем перед тем, как разыграть карты впервые, или перед тем, как отбить карты чужого игрока, вы имеете право взять себе вот такой жетончик и добрать две карты из колоды. Это дает вам возможность диверсифицировать и разнообразить свою руку, и, возможно, набрать те карты, которые вам нужны для того, чтобы отбиться и передать ход вашему оппоненту, чтобы он теоретически отбился или спасал, и ход основной заходящий перешел к вам. Почему здесь выгодно ходить первым? Потому что, во-первых, чем чаще вы ходите, тем больше карт вы сбрасываете с руки, именно своих, и тем самым контролируете игровое поле. Но, с другой стороны, кроме этого, вам позволяется разыгрывать дополнительные карты. И это второй вариант деталей, который у нас есть. У нас есть специальные карты. Это карты номиналом 3 или карты номиналом 6. Все эти карты между собой разные. Они представляют собой разных исторических личностей. И в справочнике, в том буклете, который я вам показывал, про каждого из них, кстати, есть абзацы. И он расскажет, что это был за исторический персонаж. Все остальные, например, двоечки, четверочки и так далее, это безымянные персонажи. То есть, вот здесь у нас, например, советник Чу на двоечке. У нас воин просто какой-то безымянный на четверочке. У нас стратег на пятерочке. А вот эти все, там Сяо Хе, Инг Бу, Лю Банг и так далее. Это все прям именные персонажи, и у каждого у них специальное свойство. И вот эти свойства бывают нескольких видов. Есть свойства, которые вы можете разыгрывать только когда вы ходите и только перед своим первым годом. То есть, если я вот сейчас буду ходить и назначать, соответственно, первые карты, за которыми мы будем драться, то я могу разобрать эту карту, и она мне даст какой-то специальный эффект. Они бывают абсолютно разные. Вот, например, вот эта позволяет мне взять карточку от единички до пятерки и сброса перед тем, как я хожу, и дополнить ее, возможно, в мою комбинацию. Это было бы круто. А вот эта, например, говорит мне, что я перед тем, как хожу, могу сбросить карту. И вот представьте себе такую ситуацию, что у меня вот лежит вот эта карточка, вот эти три карточки и вот эта карточка. И вот я прекрасно понимаю, что мне с оппонентом будет играть тяжело как бы на двух двойках и четверках. Если я, например, три двойки положу, он побьет их, например, тремя тройками, я одной четверкой и одной тройкой никого уже не перебью. Поэтому я разыграю вот эту карточку. Она мне позволяет сбросить другую карту. Я сбрасываю эту карту и играю эти три. И вот я избавился от всех карт на руке. И я победил в этом раунде. То есть, скорее всего, я получу гораздо больше очков, чем мой оппонент. Можно проворачивать такие вот комбинации. Также в игре есть карточки с нулем. Эта карточка позволяет вам добить любую комбинацию. То есть, например, она могла бы не стать четвертой шестеркой, или четвертой двойкой, или второй четверкой и так далее. Она всего одна в игре. Есть двойки, которые говорят вам о том, что если вы каким-то образом вдруг разыграете шесть или больше двоек, то вы получите сразу прямо в ходе тура столько победных очков, сколько вы сыграли этих двоек. И иногда вы там с раздачи получили себе четыре двоечки или пять двоечек, и можете, в принципе, рискнуть для того, чтобы понабирать вот этими жетончиками, набрать себе дополнительные карты, в какой-то момент иметь много двоек. Для того, чтобы сразу пульнуть по победным очкам прямо в середине раунда, а потом еще попытаться выиграть для того, чтобы получить еще больше победных очков. Ну и важный элемент в том, что чем карта меньше по номиналу, тем ее больше в колоде. Девятка, например, всего одна, восьмерок две, семерок три и так далее. И поэтому побить комбинацию, конечно же, будет непросто, если она большая. То есть, если вы начали с захода там пяти единиц, и даже вдруг у оппонента наказалось пять двоек, то, скорее всего, дальше биться будет уже очень трудно. В итоге, когда вы доиграли партию, у одного из игроков больше не осталось карт, вы считаете победные очки. Победные очки — это то, сколько у оппонента вот таких вот жетончиков и сколько у него карт на руке. Каждый двигает свои маркеры, и когда один из игроков доходит до 31, то есть больше 30 набрал победных очков, то игра заканчивается его победой, и его династия выигрывает в партии. Момент в том, что если вы, например, за двойки получили победные очки в ходе раунда, или, например, за действие какой-то карточки, там, тройки или шестерки, они тоже могут давать победные очки либо вам, либо оппоненту, и кто-то из вас пересек границу в 30 очков, то раунд сразу заканчивается, вы не доиграете до конца, и эта династия победила. Игра очень простая по правилам, но в ней множество деталей, и каждый раз нужно, соответственно, смотреть, что вы могли бы сделать. Единственное неудобство, которое я нахожу для себя, это то, что я привык карты держать вот так вот, и я здесь вижу масти, а вот иконографику нужно будет запоминать. То есть я думаю, что партией за 3-4, конечно, вы можете запомнить иконографику того, что делает каждая шестерка и каждая тройка, но вот изначально вам приходится все-таки каждую карточку просматривать, что это делает, что это делает, что это делает, что это делает, что это делает. И с учетом того, что некоторые карты могут вам играться в ответ на действия оппонента, это карточки реакций так называемых, то вы можете иногда спалиться о том, что у вас есть реакции, когда пролистываете свои карточки в надежде найти ту самую, которая нужна вам в той или иной ситуации. Но в остальном игрушка прикольная, забавная, играется достаточно быстро, она азартная, и бывают ситуации, когда вы смотрите, что ваш оппонент сидит там с целой рукой карт, У вас осталось уже всего 3-4 карты на руке, и вы чувствуете победу у себя за пазухой. И тут оппонент разыгрывает какую-то комбинацию такую, что вы не можете просто ничего за ним сделать. Он разыгрывает там 3 двойки, которые побили там 3-3, а у него оказалось там 3 пятерки. После этого ход опять переходит к нему, он там играет еще там 2 пятерки, 2 шестерки, 2 семерки, а вам их просто нечем побить, и вы сидите такие, типа, ну да. Эту партия за тобой. Старайтесь сбрасывать как можно больше карт. Конечно же, меня не покидали ностальгические чувства игры с бабушкой в дурака, когда я играл в эту партию. И финальные ходы, то есть самая интересная часть того, когда у вас уже разворачивается битва умов, а не просто подкидывать друг другу карты, чтобы постараться быстрее прокрутить колоду, вот именно она отражена в этой игре, но со всякими плюшками в виде дополнительных способностей и дополнительных возможностей, которые вы получаете в ходе игры за карты и за возможность добрать себе из колоды в руку. Так что хотите себе быстренькую дуэличку со знакомыми более-менее вам правилами, но при этом с интересными механиками и добавлениями от Томаса Лемона, то попробуйте Чуи Хань. А с вами был Юра, вы смотрели БитМедиа. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok